Оригинальное видео на английском языке находится на YouTube-канале ReaperMania. Не забывайте поддержать автора, Кенни Джоя. Подписывайтесь на его канал, ставьте лайки и следите за обновлениями. Перевёл и озвучил SpaceMonkey, канал Reaper5 Russia. Уроки по Reaper5 с Кенни Джоя. Урок 26. Project Media FX Bay. Кул проекта. Итак, сегодня мы поговорим о таком понятии, как пул проекта. Для того, чтобы открыть нужное окно, заходим в меню View, Вид, и выбираем Project Media FX Bay. Также можно использовать горячие клавиши. На ПК это Ctrl плюс B, а на Маке — Command плюс B. Нажимаем, и появилось окно пула проекта. Сейчас оно закреплено в докере, но, как и любые окна, его можно сделать плавающим. Выбираем вот эту опцию. И теперь окно отдельно. Но мы его пока вернём в докер. Таким образом, нам просто будет легче работать. Мы будем одновременно видеть и проект, и его пул. На первый взгляд, похоже на Media Explorer, библиотеку медиа. Вот здесь вот список файлов. Но на самом деле есть большие различия. Пул проекта работает только с теми файлами, которые задействованы в проекте. А библиотека медиа работает со всеми файлами на компьютере, даже с теми, которые не в проекте. И уже с компьютера вы можете загрузить всё в проект. В этом же окне отображаются уже загруженные файлы. Все файлы в этом списке — это отражение вот этих айтемов. Всех-всех-всех файлов в проекте. Хотя, если мы захотим импортировать в проект какие-то файлы, то можно это сделать и через это окно. Нажимаем вот здесь, Media Explorer, и вызываем уже знакомое меню. Закроем это окно. С библиотекой медиа мы разобрались в прошлом уроке. Сейчас же поближе рассмотрим пул проекта. Первая вкладка называется Source Media, источник медиа. Там перечислены все файлы, которые входят в проект. Два файла акустической гитары, барабаны. Как я уже успел много раз сказать, это файлы, которые в проекте. Следующая вкладка называется Media Items, медиа-элементы. На первый взгляд, совершенно одинаковая с прошлой. Мы имеем по одному файлу на каждый айтем. Но все изменится, если мы, например, разделим какой-то айтем. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. Теперь видно, что в список добавилось больше айтемов акустической гитары. Каждая строка вот здесь отражает какой-то айтем вот здесь. Но если перейдем на вкладку Source, то увидим, что файлы не поменялись. Эти имена указывают не на айтемы, а именно на файлы. Вы же понимаете, что разделяя айтем, мы не создаем новых файлов. Мы просто создаем указатели на новые айтемы, которые как раз и представлены во второй вкладке. Но в принципе, в большинстве случаев и первая, и вторая вкладки ведут себя достаточно похоже. Давайте склеим айтем обратно. Посмотрим, что же можно сделать в этом окне. Первое — это мы можем заглушить, замьютировать файлы. Хотим выключить гитары. Выбираем обе строчки. Правая кнопка. И пункт Mute. В итоге акустические гитары замьютировались. Вы, наверное, удивитесь, зачем же делать это именно в пуле проекта, если можно замьютировать отдельно айтемы. Вы совершенно правы. Но в очень загруженном проекте достаточно сложно найти нужные айтемы. У нас может быть 12-15 треков с гитарой. И вместо того, чтобы разыскивать каждый по отдельности, можно просто сделать это в пуле проекта. Используем фильтр. Вводим акустик гитар. И остались только нужные файлы. Выбираем и мьютируем. Достаточно удобно. Просто помните о такой возможности. Иногда удобно мьютировать именно через пул проекта. Точно так же это работает со вкладкой Media Items. Вводим кик. И остаются все айтемы, в имени которых есть слово кик. Кстати, фильтр одновременно работает и для вкладки Source Media. Очистим строку фильтра. Следующее, что можем увидеть из этой таблицы, это путь к файлу. Вот здесь вот. Вы видите, что наш проект достаточно хорошо организован. Все файлы лежат в папке SongOne. И если здесь вы увидите файл, который находится где-либо еще, то может возникнуть проблема, когда, например, вы решите бэкапнуть папку с проектом, но некоторые файлы не бэкапнутся. Чтобы такой ситуации не возникло, кликните правой кнопкой и выберите во вкладке Move Copy, Copy File to Project Media Directory, скопировать файлы в директорию проекта. Таким образом, ваши файлы будут всегда упорядочены и находиться в одном месте. Также можно все это сделать через настройки. Заходим в Reaper Preferences, вкладка Media, и там отмечаем галочкой Copy Imported Media to Project Media Directory. По умолчанию эта опция отключена. Это значит, что если вы добавили в проект звуки из других папок, то там они и будут храниться, а совсем не в папке проекта. Ну и, естественно, если вы выберете эту опцию, то каждый раз, когда вы будете что-то добавлять в проект, эти файлы будут копироваться в папку проекта. Лично я советую включить эту опцию, хотя по умолчанию она отключена. И помните, на всякий случай, если что, можно всегда это сделать из пула проекта, как я уже раньше показывал. Теперь все ваши файлы в одной папке. Также в этом окне можно прослушивать наши файлы. Жмем вот здесь, на эту зеленую кнопку. Это был хай-хэт. Теперь бочка. Или малый барабан. Это быстрый и удобный способ прослушать наши фрагменты. Также можно регулировать громкость воспроизведения. Она влияет только на прослушивание. Характеристик файла не меняет. Дело дошло до опции «Usage». Используется. Правый клик. И в этом списке видим все айтемы хай-хэта, которые используются в проекте, а также их места в проекте. Каждый раз, когда мы добавляем что-то в проекте, это будет также отражаться и в этом списке. И обратно. В этом списке можно выбирать наши айтемы. Выбираем этот. Вот он подсвечен. Удобный способ найти определенные айтемы в проекте. Например, выберем «Snare», малый барабан, правый клик, «Usage». И видим, что вот этот айтем располагается вот здесь в проекте. Следующая опция — это «Rename File», «Переименовать файл». Я не рекомендую переименовывать файлы-источники, потому что может возникнуть проблема. Допустим, вы сохранили «Mix1», потом изменили имя файлов и сохранили уже проект под именем «Mix2». Так вот, когда вы вернетесь к «Mix1», Ripper просто не узнает новых имен файлов, ведь вы успели их переименовать. Так что, если не уверены в своих действиях, лучше этого не делать. Вместо этого можете переименовать имена айтемов, вот здесь. Те же самые действия. И здесь мы можем поменять имена, которые будут отражаться в окне проекта, вот здесь. Следующая опция — это «Retain Remove», «Сохранить», «Удалить». По умолчанию файлы удаляются, если мы удаляем их из проекта. Если мы, например, возьмем хай-хэт и удалим его, то он же не будет отражаться в окне «Медиа элементов» и в окне «Сорс медиа». Этот файл все еще находится на жестком диске. Он не стерт, но в проекте его нет. Мы можем изменить это поведение по умолчанию. Для этого отменим действия. Сделаем правый клик и выберем «Retain» — «Сохранить». Теперь, даже если мы удалим айтемы из проекта, они все равно останутся в обоих окнах — и в «Сорс медиа», и в «Медиа айтемс». Визуально изменения проявятся во втором столбце. Вместо слова «Эктив» появится слово «Авейлабл». Вернем айтемы обратно и видим, что состояние изменилось на «Эктив». Теперь сделаем гитары слышимыми, и во втором столбце их состояние также изменилось на «Эктив». Но вернем установки по дефолту. «Удалить из пула, если удалено из проекта». Следующая опция — вот здесь. «Replace in project» — «Заменить в проекте». Это достаточно мощный инструмент, который позволит вам заменить некоторые звуки, сохраняя их положение в песне. Допустим, мы хотим заменить звук бочки в проекте. Переходим в «Кик». Можно делать это на вкладке «Source Media» или «Media Items». Правый клик, переходим во вкладку «Replace in project» и выбираем или отдельный айтем, или же все примененные айтемы. Причем можно использовать и те звуки, которые уже присутствуют в проекте, и те, которые находятся у вас на компьютере. Давайте добавим файл с компьютера. Появится вот такое меню, в котором мы как раз можем добавить нужный файл. Заходим в папку «Drum Sounds». Выбираем там 909-ю библиотеку и, например, вот этот вот звук бочки. Ну что же, в итоге все айтемы в проекте заменились. Раньше было вот так, после изменений вот так. Причем, как вы видите, изменился каждый айтем бочки. Обратите внимание, в файле источников мы не находим старых файлов КИКа, потому что раньше была выбрана опция «При удалении из проекта удаляйте файлы». Давайте отменим изменения. Мы вернули старый КИК. Теперь выберем опцию «Retain» — «Сохранить». И вот теперь давайте попробуем снова заменить этот файл. Переходим в известные менюшки. Выбираем тот же самый файл, 909-й КИК. Замена произошла. Но теперь видно, что старый звук из списка не исчез. Вот значок того, что он сохранен. Теперь можно сделать то же самое для нового звука и менять их местами очень быстро. Правая кнопка «Replace in Project All Instances». И теперь выбираем вкладку «Retained». И уже там выбираем из предложенных звуков. Замена произошла. Можно сделать обратную операцию. Теперь нажмем здесь правой кнопкой, те же самые меню, и заменим обратно на новый вариант. Таким образом, очень удобно заменять звуки или сэмплы, примененные в проекте, потому что заменятся сразу все айтемы. Отменим изменения. Кстати, всё, что мы до этого делали, может быть применено одновременно сразу к нескольким объектам. Выберем вот эти все, правый клик, и жмём «Remove from Project» — удалить из проекта. И то же самое с сохранением. Выделяем всё, правый клик, и жмём «Retain». Ну или выбрать значение по умолчанию. Таким образом, можно управлять большим массивом информации, просто выбирая по несколько айтемов или по несколько элементов сразу. Также к файлам можно добавлять комментарии. Для этого делаем правый клик и жмём «Add Comment». Назовём его «Keeper», и теперь это слово отражается в колонке «Comment». Таким образом, можно отмечать для себя какую-либо важную информацию. Ещё можно создавать папки. Правый клик на свободном месте и выбираем «Create new folder». Назовём его «Drums». Создадим ещё одну папку и назовём её «Guitars». Теперь перетащим файлы в соответствующие папки. «Гитары к гитарам», «Ударная» в папку «Drums». Наш проект выглядит более упорядоченно и ухоженно. В каждой папке свои файлы. То же самое можно сделать во вкладке «Media items». Они работают независимо, так что в одной вкладке могут быть папки, а в другой их может не быть. С помощью этих приёмов вы можете сделать свой проект более организованным. Можно удалить эти папки, не затрагивая файлы в них. Выбираем соответствующий пункт и «Items», и «Файлы остались на компьютере и в проекте». А вот здесь, в нижнем правом углу, кнопки для функций, которые я уже вам объяснял. «Usage», «Mute», «Rename», «Replace» и «Remove». Также есть кнопка «Options», «Опции». Большинство из них достаточно очевидны и понятны из названия. Я же хочу вам рассказать об одной, «Mirror Selection in Bay & Project», отразить выбор в пуле и в проекте. По дефолту она выключена, но если её включить, то наш выбор в окне пула будет отражаться на панели проекта. И наоборот, если мы выберем здесь файл, то он выделится и в проекте. Если наоборот в проекте выделить, то в пуле подсветится соответствующий айтем. Я показал вам всего лишь две вкладки «Source Media» и «Media Items», но тут есть ещё несколько штук. Следующая вкладка «FX». Это все эффекты, которые применяются у нас в проекте. Вы можете задать вопрос, зачем это делать в окне пула, если можно выбирать эффекты на каждом треке. Действительно, так можно делать, но в некоторых проектах гораздо быстрее использовать пул. Итак, допустим, нам нужно подкорректировать эквалайзером трек гитары. Для этого выбираем нужный плагин и видим, что он имеет два применения — на треке 4 и на треке 5. Нужный нам файл находится на треке 4. Выбираем, и сразу открывается окно эффекта. Или, допустим, нам нужно подкорректировать компрессор. Он имеет единственное применение — на бочке, поэтому выбираем её и сразу переходим в окно компрессора. Вместо того, чтобы искать нужный трек и потом только открывать эффекты. Итак, в этом окне отражаются все эффекты проекта, а также их отдельное применение на треках. Также можно отсюда менять и пресеты для каждого эффекта. Например, для компрессора на бочке заходим вот сюда и сразу видим все пресеты эффекта. С гитарами чуть по-другому, потому что есть два экземпляра эквалайзера. Переходим в тот же столбец, но делаем правый клик и выбираем нужный трек. Можно менять пресеты отдельно для каждого трека или же для всех сразу. Для этого заходим вот сюда — All Instances. Вот так работает вкладка FX. Также отдельно можно редактировать параметры эффектов на вот этой вкладке. Нам показались снова все плагины и эффекты, но если кликнуть на плюс, то раскроются все параметры эффектов. Правый клик — и открывается меню, где можно выбрать пункты Show in Drag Controls, Track Envelope — огибающие, параметры Modulation Link — это медичные линки, ну и так далее. Это можно сделать с каждым параметром эффекта. Ещё раз. Раскрыли нужный эффект, перешли в нужный параметр, правый клик и выбираем нужную опцию. Следующая вкладка — это Item Groups — группировка айтемов. Если вы помните, в одном из прошлых видео мы обсуждали группировку айтемов. Вот, например, как Kick. Каждый айтем может быть сгруппирован. И малый барабан, и хэт. В общем, вы видите, что наши айтемы сгруппированы по определённому признаку. Так вот, эту группировку можно также видеть и в пуле проекта. Так что можем выбрать группу айтемов прямо оттуда. Можно переименовать группу, можно удалить группу. Удалили. И видим, что каждый айтем обрабатывается отдельно. В общем, вся группировка айтемов в проекте отражается вот здесь. Мы можем, например, видеть количество айтемов в группе. Например, в этом 158 штук, в этом 79 и так далее. Следующая вкладка — это Take Comps. Для её иллюстрации мы перейдём в другой проект. Видите, здесь очень много дублей. Если вы помните, можно выбирать каждый, просто кликнув на нём. И если вы хотите сохранить определённую комбинацию этих дублей или тейков, делаем просто двойной клик, в меню Comps и сохраняем. У нас уже есть три предварительно сохранённых комбинации, и мы можем вызывать их именно через это меню. Вот комбинация 1, это 2, и это 3. Но также эти комбинации отражаются в окне пула проекта. Откроем его и эту вкладку — Take Comps. Вот они — Comp 1, Comp 2 и Comp 3. Можно активировать их из этого окна. Правый клик и выбираем Activate Comp. Посмотрите, каждый тейк или дубль в этой комбинации стал активным. Теперь выберем комбинацию номер 2. И теперь уже эти тейки стали активными. Это может быть полезным при сравнении разных комбинаций. Активируем обратно первую. Соответствующие тейки стали активными, а тейки второй комбинации стали неактивными. Такое происходит, когда в каждой комбинации используются разные айтемы. Ну, по крайней мере, с нашей первой и второй комбинации именно так произошло. Но если обратить внимание на третью комбинацию, то видим, что некоторые дубли там тоже активны. Это значит, что они используются и в комбинации 1, и в комбинации 3. Например, вот этих два последних тейка. Они и там активны, и там активны. Также мы можем редактировать наши комбинации здесь. Допустим, нам нравится почти вся комбинация 1, но последний дубль мы хотим взять из комбинации номер 2. Мы переходим вот сюда, жмём правую кнопку и активируем нужный дубль. Теперь мы будем слышать вначале первую комбинацию, а потом там, где нужно, вторую. Теперь сделаем то же самое для второго тейка. И получается, что мы создали абсолютно новую комбинацию на базе первой комбинации и второй. Теперь, если нужно, можно сохранить эту комбинацию под новым именем. Она будет у нас в комбинации 4. Комп 4. И видим, что изменения тут же отразились в окне. Теперь можно сравнить, что же есть в новой комбинации, от прошлых. Это удобный метод работы с комбинациями. Можно редактировать их тут, сравнивать, комбинировать заново. Но вернёмся в первоначальный проект. Допустим, мы долго работали над проектом и подобрали самые подходящие звуки, которые нам нравятся. Сэмплы, лупы. И теперь мы хотим их использовать в других проектах. Для этого переходим вниз и жмём Save. Save all items as new project bay. Теперь, для добавления всего этого в новый проект, нужно просто перейти вот сюда и выбрать то, что сохранили. И все файлы источники, айтемы, эффекты, параметры эффектов и даже группы айтемов и комбинации перенесутся в наш проект. Вот такая вот полезная функция есть в этом окне. На самом деле, очень удобно, например, для набора ударных, да и для всего прочего, что вы хотите использовать много раз в своих новых проектах. Вот так представлен пул проекта Media Effects в Reaper. Едем дальше. Маааааааааааа! Продолжение следует...